К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Сегодня в Мирненском районе их всего пятеро. Тему продолжат мои коллеги из Алмазного края. Здравствуйте, Вера Ивановна! Нас тут много, как сегодня! В тот ужасный год, когда началась война, Вере Ивановне Дубик было всего 14 лет. Лето 41-го она помнит хорошо. Зацвел лен, а вместе с ним отцвели и ее беззаботные дни. Грозовой тучей накатилась Великая Отечественная война. Сегодня Вера Ивановна одна из пятерых ветеранов, которые живут в Мирненском районе. Сегодня власти района, города, акционерной компании, общественное формирование, государственные органы власти, республики наши делают все, чтобы ветеранам жилось комфортно, чтобы они проживали в тепле, в заботе, в окружении родных и близких. Ветерану Евгении Васильевне Писареве в год начала Великой Отечественной тоже было всего 14 лет. В первые же дни начала войны она получила тяжелое ранение. Ей до последнего не верилось, что идет сражение, гибнут люди. Пока не увидела и не услышала первые взрывы. В течение всего года мы стараемся не снижать то наше внимание нашим ветеранам, потому что, еще раз говорю, что их, к сожалению, к нашему большому сожалению, становится все меньше, потому что, конечно, годы не остановить, годы идут, здоровье. И, конечно же, и с руководства центральной районной больницы, и медицинского центра, они делают все, от них зависит, для того, чтобы наши ветераны и войны, и тыла, и ветераны компании жили как можно больше. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны и тыла становится все меньше. Их сегодня в Мирненском районе пять. Помнить и уважать тех, кто прошел через ужасные годы войны – это наша обязанность. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».